добрый день александр владимирович в первую очередь многим интересно как вообще развивалась ваша карьера насколько я знаю вы уже себя попробовали в детстве и в легкой атлетике и не сразу стали вратарем но я футбол как бы футбол и вообще занятия это вообще с самого младшего возраста практически с рождения потому что отец футболист и вся жизнь она была в футболе и видела тренировки отца и игры поэтому это все только футбол был как бы на первом месте легкая атлетика но это допустим было просто немножко желание родители как бы поставить технику бега правильную но и немножко немножко все таки добавить какой-то физики может физик но это же физики да скорее просто потому что тренировок было в том возрасте в 7-8 лет там это было две тренировки до в неделю и чтобы чтобы еще какая-то физическая активность была вот была легкая атлетика ну и плавание занимался на плавание занимался тогда когда у меня был вперед когда я футбол не занимался ушел с футбольной школы вот потому что тренер тренер был так не очень хорошего качества и мне не нравилось в школе заниматься поэтому я ушел оттуда и вернулся уже когда отец когда отец стал стал тренером в этой школе вот опять вернулся в школу вот так что можно сказать что и попробовал да где-то ну и все равно в любом случае да это в плюс было не в минус и какие-то навыки да то что я умею плавать когда есть техника бега есть техника прыжка она помогла потом в карьере а изначально хотели быть вратарем в принципе такого как бы вот что все хочу вратарем нет то есть хотелось и хотелось играть футбол как бы это потом уже с каким-то со временем до пришло понимание что хочется быть вратарем вот это было нисколько не изначально вот и в поле играл и в воротах то есть как-то вот пробовал себя и там и там и как-то вот понял что мне больше нравится в ворота больше нравится ловить мячи отбивать защищать поэтому так и стал вратарем свой первый матч помните уже вот профессионально профессиональному уровню ну как бы официально мы за официально но сейчас на не очень не очень помню помню не официальные матчи там допустим это был еще 90 год команда заря бельцы вот мы проводили товарищеские матчи с командами из румынии вот потом еще была к товарищеский матч команды из болгарии вот вот второй тайм я играл вот таких товарищеских мачек международных матчах и там старшие товарищи шутили что я играю только международные матчи а вот как-то вот уже официальный да там в чемпионате ссср второй лиги в 91 год то честно не осталось памяти вот как-то не отложилось для вас вашей карьере самый главный опыт от наверно все-таки московский спартак ну не не лучше что опыда опыта он как бы но не опыта самый наверно может быть один из главных клубов которого естественно естественно конечно конечно это и но я болельщик спартака да ты поэтому это мой любимый клуб и конечно самые самые яркие воспоминания 66 чемпионств много побед много хороших матчей поэтому конечно спартак это на первом месте когда играли вообще когда приходили спартак думали что станете одну из икон фактически московского спартака особенно 90-х лет ну потому что допустим я в своей молодости да когда вставали на ворота кто-то там вставал на ворота всегда говорили что филимонов я филимонов как так все это было не думал не как-то у меня таких мыслей конечно никогда не было просто выходил играл я думаю что мало мало кто думает выходя на футбольное поле о том что стать иконой то есть футболисты выходят играть и приносить удовольствие болельщикам и самим получать удовольствие вот так что думаю что это на последнем месте у многих футболистов практически у всех желание там прославиться хотя наверное такие такие и есть наверное если поговорить о том вы тренировались под руководством романцевой что для вас работать с этим человеком потому что считается одним из лучших тренеров вообще российских насколько это большой опыт и какие впечатления вообще остались работы но опыт конечно колоссальный но олег и вообще поменял философию до мою как игрока потому что только максимальный результат только только победа там то есть никаких там компромиссов в виде ничьей да несмотря на на любого соперника то есть на любую игру выйти и обыграть противника поэтому вот вот это изменение психологии дух победителя который прививался да вот конечно это его первоочередная заслуга потому что там грубо говоря выходишься против винтера все равно то есть нет мысли о том что там сыграть ничью нет мысли о том чтобы как-то там отбиться и еще что то то есть сохранить какой-то нулевой счет то есть всегда несмотря на любым с реалом там с арсенала то есть всегда желание выиграть желание победить то есть безразлично какой соперник главная победа но в принципе наверное так и должно быть да что если для чего там выходить на футбольное поле тому чтобы сыграть ничью но смысл какой да конечно есть но в моей как бы жизни да и были такие моменты что там выходишь на поле да там и там вот как-то сыграть ничью допустим но крупный не проиграет да допустим это опять же команды немножко другого уровня да и еще турнирные какие-то цели бывает иногда когда играешь в плей-офф лиги чемпионов и когда уже есть один хороший результат ну возможно да возможно хотя опять же да все равно все равно в той же лиги чемпионов все равно желание выиграть желание победить она она на первом месте стоит ни в коем случае никаких там компромиссов в виде там каких-то деления очков там удержать какой-то ничейный там результат то есть такого никогда не было и у нас даже то есть мы даже становились чемпионами да и не радовались там если мы сыграли в ничью вот мы стали чемпионами в 99 году по моему сыграли в ничью с динамо 1-1 то есть особо радости не было да то есть ну да стали чемпионами завершили как бы сезон сезон он еще не завершился но там мы по-моему за два тура стали чемпионами да ну а какой-то осадок такой да что вот сыграли в ничью 1-1 и не было такой как будет большой радость вот это поменял менталитет поменял восприятие футбола и на регионах это если поговорить вот именно спартакею вашей карьере там какой из матчей наверное запомнился он больше все были ли такие матчи но много было хороших матчей я не могу выделить то есть как бы там можно по годам допустим да там где он что мы золотой матч на салоне а вот кстати вот если поговорить об этом золотом матче салоне насколько вот чувствовалось такой вот нерв этой атмосферы того что это вот первый золотой матч фактически был в чемпионате россии ну мы честно реально не чувствовали мы у нас как-то такого не было там у нас накачки какой-то еще то есть не было какого-то вот ажиотажа как-то но это может быть для болельщиков да для нас как-то мы выходили понятно что да там золотой мяч мяч да понятно что нужно только победа да и мы к этому весь год шли вот но как-то вот такого какого-то сверх какого-то до напряжения не было и конечно необычный матч да но вот то что мы как-то помешать могло этого не было то есть наоборот было такое помогал да 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 а если 9 но ты опять же да и свернуться к вопросу о том что какие матчи там да там если 97 год то есть матч с ротором опять же практически золотой да и хотя нас устраивала ничья но вот мы опять же да вот психология победителя что мы не играем на ничего мы играем на победу поэтому а вот вы когда в девяносто шестом году выигрывали чемпионство у вас фактически была очень молодая команда и перед началом сезона очень многие говорили о том что вот как с этими ребятами можно выиграть вообще чемпионство а вы вот преподнесли фактически такой подарок не подарок на серпе серпе вот это вот менталитет и психология победителя да потому что то есть на молодым ребятам которые там но я на тот момент уже три года играл в чемпионате россии да то есть у меня был какой-то опытом у ребят кто кто в дубле кто из дубля пришел там кто-то там может быть там до этого сыграл там пара тройка матчей да в чемпионате россии такого опыта не было вот и мы никого не боялись мы выходили играть в футбол действительно да и обыграть любую команду да то того же того чемпиона на тот момент там аланию там до москве обыграли 4-1 но опять же с другой стороны у нас не такая уж как бы молода что вообще одни молодые были ребята да были и андрей пятницкий цимбаларь и никифоров был еще первый круг играл ну естественно сергей горлукович андрей тихонов то есть уже дмитрий анатольевич да вот люди которые там в лиге чемпионов играли уже то есть опыт есть и какого-то может быть сплав опыта да и молодости какой-то да то есть собственно и дал результат наверное да уходят хотя действительно да на тот момент у нас была самая молодая команда в чемпионате тут может быть еще если грузки максимализм не нет не русский максимализм это именно вот дух победителя именно вот желание выиграть в каждом матче то есть независимо от соперника а как вы считаете может быть сейчас протокол как раз не хватает от этого духа победителя ну конечно хватает конечно хватает ну тут много тренера зависит если не все потому что и тренер подбирает этих футболистов и он с ними работает он с ними общается вот и то есть понятно что и футболисты должны да там нельзя сразу сразу сваливать там на тренера да что тренер что то не так делать потому что с такими зарплатами с такими как бы но и все футболисты квалифицированы вот играть так так безвольно вот неправильно вы уход из спартака для вас это серьезный какой-то шаг был конечно серьезный шаг да и ну хотелось хотелось поиграть за границей вот и я галигорович сказал в начале начале чемпионата в 2001 году что хочу поиграть за границей вот он сказал что как бы если команду найду там препятствий чинить не будет на тот момент возникла возник вариант с киевским динамо но вот после киевского динамо в киевском динамо по сути же ведь не очень задалась наверное карьера конечно а после киевского динамо не было желанием может повесить даже бутсы на год но это какой-то как бы как бы сказать это исключение наверное исправил ну да никогда не возникало желание повесить бутсы на гвоздь никогда там никогда там не было каких-то предложений никогда там какие-то были неудачные периоды да когда там вообще практически без игровой практики не то есть такого такого желания такого таких мыслей не было в пляжный футбол когда попали как вообще там оказались собственно ну да много рассказал президент футбольного пляжного локомотива меня туда пригласил то есть причем делать такой с небольшой с целью как бы немножко с такого пиара да вот вот все у меня там неплохо получалось то есть оказалось что еще и сборную вызвали самая наверное запоминающаяся победа на чемпионате мира да вот из пляжного футбола а вот как вообще пляжный футбол футбол обычный это же ведь по сути это две разные вещи что-то из пляжного футбола вообще можно принести в этот футбол или наоборот вот чисто в технике вратаря в технику вратаря ну можно принципе да потому что бывают неровные поля и как бы навык игры в воротах где песок и где мяч может отсказать любой кучки он он как бы сказать он помогает да этот навык поэтому уже переходя к арсеналу когда появилась такая возможность поиграть за тульский арсенал долгие раздумали вообще но паса сможет невозможность появилась поэтому нет недолго практически практически сразу согласился сейчас вот уже после нескольких сезонов в арсенале насколько приятно всего всего два пока да все равно два очень хороших сезона насколько вот эта вот атмосфера самого клуба потому что знаю очень хорошая атмосфера в команде то есть как одна большая семья насколько это помогает в играх конечно конечно это это очень помогает и кстати но вот и спартаке у нас тоже самое было то есть у нас было очень хороший коллектив и не рождение отмечали вместе и победы отмечали и как бы общались многие моментами игровые моменты обсуждали то есть между собой вот поэтому поэтому конечно это помогает и и бывает но я считаю что неправильно да если вот нет коллектива какого такого с сплоченного да конечно мешает добиваться результаты и когда вот так даже даже какие-то бывают моменты но не все получается а вот именно вот это дружеская товарищеская поддержка на очень помогает вот как раз если в тяжелом периодом арсенала в этом сезоне осенью у нас был достаточно сложный период когда проигрывали не набирали очки что помогло вернуть так сказать команду вот в те же победные рельсы можно сказать был ли какой-то переломный момент возможно мальч с ротором но он не был переломным потому что после после него мы тоже там и проигрывали он был он как бы может быть был как такой глоток немножко да свежего воздуха да потому что вот была серия затем нужно мы эту серию перерывали вот в игре с ротором потом все-таки все равно мы и проигрывали очень плохо и хабаровский в ярославле вот потому в том в тот момент да в тот период нужно было очень очень сильно перетерпеть очень сильно перебороть себя наверно да мы себя перебороть до в первую очередь наверно но и и вот даже несмотря на то что там все не все получалось в каждом в каждом моменте я ребятам горел и то лишь говорю что в каждом моменте пытаться выжимать максимум да и даже даже такая не очень по качеству хорошая игра с с дзержинском с химиком за счет желания за счет старания там поле не очень хорошего качества за счет вот этих качества характера да удалось выиграть и я думаю но это помогло дальше вот эти три очка не в принципе очень очень-очень оказались нужны ну и конечно конечно очень очень вовремя до наступила эта пауза то есть произошла некоторая перезагрузка да и ребята новые появились команде и сборы провели немножко по-другому да вот ну судя по тому как весной играет команда сборы прошли отлично а вот если поговорить о тех матчах насколько сложно играть против команд футбольной национальной лиги вот именно по той схеме какой играет арсенал потому что мы все-таки больше за красивый интересный умный футбол а более национальная лига это в основном борьба какая-то ну и команды в основном действует напором насколько сложно играть допустим в те же три защитника вот вам как вратарю работа же ведь наверно только добавилось по сути в принципе тут как бы сказать тут дело то не в том что в защите до 33 футболиста ну дело в том что они играют опять же это все должно быть взаимосвязано и взаимопонимание должно быть на высоком уровне да потому что и полузащитники нападающие они тоже участвуют в бароне да и если если ложи перекладывать нагрузку только по обороне только на защитников конечно и не выдержит да но если если в обороне участвуют вся команда да то в принципе тут ничего страшного нет и мы показываем что можно спокойно играть и выигрывать и давать результат для вас как для вратаря самый сложный матч в этом сезоне это с кем был или несколько таких может быть матч было в хабаровске хабаровске очень тяжело было и наверное самая неудачная наша игра вот это в хабаровске вот сейчас матч с нальчиком был достаточно но было несколько серьезных моментов когда откровенно говоря спасали как думаете с чем это связано может быть с тем что ребята несколько расслабились после забит но не расслабились я думаю нет нет очень тяжелый матч был в эмоциональном плане в психологическом потому что очень много эмоциональных сил выплеснули в матче с торпедо и поэтому именно в эмоциональном плане был очень тяжелый матч и хорошо что так все сложилось потому что я думал что будет будет тяжелее игра складываться вот нам удалось забить да и один мяч и второй ну и да и где-то и повезло нам то есть в первом тайме не пропустили поэтому мне кажется даже и болельщики как это немножко за нами выплеснули в торпеда все и намного меньше ну и людей пришло меньше а мальчик торпеда чем запомнился в первую очередь насколько бы вот многие боялись того что торпеда очень хорошо сыграет на стандартах как показала не так уж в принципе они страшны как бы особо не пугала как бы эта ситуация что там команда будет играть на стандартах ну хорошие да хорошие качественные футболисты квалифицированные но чтобы кому что что-то сверхъестественного да то есть мы знали что хорошие футболисты хорошая команда хорошего уровня так чтобы мы нам нам чего-то опасаться там но такого не было вы помимо того что вратарь и вы еще играющий тренер вот из тех ребят сейчас у нас максим кликина и котов кого бы из них выделили что ребята но достойная замена растет уже выросла уже не тут не по 17 не по 20 лет опять же до выбор был сделан в их пользу свое время до 5 мл то что качественные футболисты да опытные и если не дай бог что-то бы случилось бы там со мной да то они могли спокойно заменить да и спокойно сыграть и то что макс допустим сыграл с оренбургом на 0 то есть когда вот было принято решение то есть дать мне паузу сергея котов когда я по дисклификации пропускал то есть они достойно сыграли к ним как бы вообще никаких не вопросов не претензий нет только только наоборот как бы сложной ситуации вышли и сыграли достойно несколько последних таких вопросов многие болельщики ну так иногда с опаской смотрят как вы мяч его в своей штрафной там допустим жонглируете или там но это это вот больше психологически какой-то момент к сопернику не но бывает это необходимость какая-то бывает по-разному бывает необходимость бывает да может быть как-то да может быть немножко чтоб там больше пробежал там соперник да то есть допустим все такие тактические уловки да может быть и уловки может быть может быть да и психологика какую-то там вот потому что я понимаю что болельщикам это нравится да хотя то есть как говорите что они переживают но я так понимаю что все уже привыкли вот поэтому по большому счету да это все-таки какой-то это необходимость они не желание там просто повеселить публику чем вообще занимаетесь свободное время ну насколько я знаю вы любите читать ну читаю читаю музыку слушаю основ телевизора то есть футбол матчи а есть какая-то команда которая в европе именно нравится есть спартак а кроме спартака ну так вот симпатию кому-то испытываете как когда меня спрашивают там вот играть команды да там за кого будешь болеть я говорю я болею только за одну команду а так за красивый футбол какая команда показ красивый футбол за ту команду и буду болеть то есть а принципе да нравится там исполнение футбол исполнит там баварии вот но допустим сериал обыгрывают баварию да то естественно приятно смотреть как реал это делает да а не как бавария проигрывает поэтому тут тут все от матча зависит они какой-то одной команды такой такой ну вот сейчас будет финал как раз реал против атлетика за кого будете болеть переживать ну а как думаете кто выиграет у кого больше шанс да не знаю наверно все таки игра равна финал да финал и тут обе команды как бы пришли при пришли к этому матчу одолев серьезных соперников и одолев по делу вот если бы допустим какая-то опять же это две испанские команды если в этом атлетика был бы на но несколько там мест ниже да можно было бы сказать что там реал там имеет предпочтение да но учитывая что атлетика уже практически чемпион то то тут равные команды будет интересно посмотреть возвращаясь к арсеналу по болельщикам насколько приятно когда вот как болеют уль вообще ожидали что так болеют туля ну не знал когда конечно когда мы тут приходили только конечно ну мы знали что до футбол любят городе да и вот но что то что именно тогда приятно приятно то есть есть конечно и моменты которые не очень рады это уже издержки профессии а спартаковских болельщиков с арсеналовским можно как сравнить по болению именно ну давайте думаю что не будем с вами потому что все таки это два раза до звери до то есть понять когда когда тут со всей страны допали за команду да и когда в одном городе только это конечно немножко разные моменты чтобы пожелали болельщику в конце сезона ну и своей команде естественно ну болельщикам хотелось бы пожелать терпения и болеть за команду не только когда когда хорошо да ну и когда когда что-то не получается ну а команде команде достойно завершить сезон и завоевать путевку примеры в пример лего спасибо большое александр владимирович за интересные беседы